Перемирие между Израилем и Хамасом под угрозой срыва. После взаимного обстрела отношения между странами вновь накалились. Накануне власти Анклава заявили, что отомстят за смерть детей, погибших в результате авиаударов израильских ВВС. Каковы шансы начала новых военных столкновений, узнал наш корреспондент на Ближнем Востоке Динара Бектурова. Накануне вещание одного из центральных израильских телеканалов было прервано обращением Хамаса к израильтянам, в котором они грозят отомстить за смерть двоих детей, погибших в результате авиаударов израильских ВВС. Напомню, отношения между сторонами резко обострились после недавних взаимных обстрелов. Несмотря на угрозы, эксперты считают, что война сейчас не нужна ни тем, ни другим, и вероятность того, что она начнется, очень мала. Мала, Израиль погряз в нынешней волне насилия, или так называемой интифаде ножей, а тут еще под боком Иран проводит испытания баллистических ракет, так что еврейскому государству сейчас совсем не до нового военного конфликта с газой, а Хамас так и не успел восстановить боевую мощь после нерушимой скалы. С точки зрения властей ни той, ни другой страны, ни нашей, ни газы, в конфликте вооруженном сегодня никто не заинтересован. Что да, может произойти. Все более ухудшающееся положение в газе, экономическое, может привести к нежелательным для властей газы результатам. Если ситуация выйдет из подконтроля, тогда что угодно может произойти. То, что волнует, недовольство населения существующим положением, 60% безработных, и отсутствие какого-нибудь видимого прогресса. Реакция Тель-Авива на угрозы Хамаса последовала незамедлительно. Министр обороны и премьер-министр единодушно заявили, что спуску властям анклава давать не собираются. Наше мнение по поводу сектора газа однозначно. Израиль не будет терпеть ракетные обстрелы в своей территории. Армия будет реагировать на каждый такой инцидент. Мы считаем Хамас ответственным за каждый обстрел сектора и обязанность Хамаса сделать так, чтобы их не было. Пока стороны ограничиваются лишь словесными нападками. По мнению военных аналитиков, от слов к делу никто переходить не собирается. Но это Ближний Восток. Здесь любая искра очень быстро может перерасти в бушующий пожар. Динара Бектурова, Ярослав Исаев, 24КЗ, Израиль.